вот прошу обратить внимание из этой муки вот торговая марка сто пудов секрет пышной выпечки слоган написан мука пшеничная хлеба пекарная высший сорт так вот из этой муки я заварила несколько дней назад клейстер вот чтобы заниматься поделками из бумаги и так как я весь его не израсходовала я убрала его в кастрюльке в холодильник и что с ним произошло обратите внимание клейстер расслоился потерял клейковину вообще напрочь в нем есть вот отдельно мутненькая водичка и ну это уже я просто мы пытались этот клейстер помесить руками пощупать что это такое у него очень странная структура он легко отжимается превращается к сожалению здесь наверное не будет видно а вот давай мы при этом качестве камеры вот ну вот обратите внимание оно такое крупинчатое и когда мы пытаемся вот эту массу вот этот это даже киселем не назовешь хотя это должен быть кисель по идее мука и вода так вот вот эту вот крупинчатую структуру да ее можно попробовать отжать вот я сейчас вот я ее отжимаю и что мы видим и в моей руке появляется нечто похожее на бумагу да размокшую бумагу это как жидкие обои то есть практически по муки нет вообще вся эта мука состоит из бумаги да это какая-то целлюлоза вот я ее пытаюсь сейчас размять причем она она даже не клейкая она просто бумага вот как будто салфетки замочили в воде и отжали вот это и есть как раз вот салфетки разму размокшие да вот и вот это вот это мы едим эксперименты с мукой нас подвиг делать ролик в ватсапе распространяемый о лапше кэме да которая очень ярко горит как дрова вот но скорее всего она и будет гореть так как мука состоит дай бог если это просто какая-то целлюлоза и бумага или бумага но это может быть все что угодно но она горит то есть это опилки вот поджигать эту муку мы еще не пробовали но после увиденного ролика про лапшу кэме мы попробовали поджечь дома весь хлеб который был куплен кулинарии да вот и весь хлеб также горел кроме ржаного хлеба который просто обугливался но не загорался пламенем вот видимо нам еще предстоит сделать серии различной муки видеоролик где провести эксперимент как она будет гореть и во что превращаться да ты не помнишь сколько вот эта мука стоит она почти 800 тенге да то есть она не дешевая это самая дорогая мука да 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 только было например высший сорт так вот нам тут обещают белки жиры и углеводы вот хотя очень сомнительно что что-то тут есть кроме бумаги вот так что будет еще ролик и эксперимент с различными видами муки и тем как она горит а пока вот это даже не запланированный эксперимент но просто это нужно было видеть и мне нужно было это этим поделиться потому что когда голословно в беседе со знакомыми с друзьями рассказываешь о том что мы живем в продовольственном дефиците никто всерьез это не воспринимает ну по большому счету ну как по большому счету люди не практикуют здоровый образ жизни и не задумываются о том что нужно искать какие-то экологические чистые продукты вот но на самом деле все продукты которые продаются в супермаркетах вот ну и не только на рынках где бы то ни было они искусственные они очень видоизменены уже они модифицированы и есть нельзя вообще да это есть нельзя ну и мне может взять к Sha RESLA в час вся вся все 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 все